Взводные бои 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 когда одна из команд просто зажимает себя в каком-то углу. Это кардинально неправильный подход. С ним вы, скорее всего, просто быстро отправитесь в ангар. Причем отправитесь вы туда, даже если ваши союзники из этого угла будут крыть все направления. И происходить это будет даже не потому, что вы плохо отстреливаетесь, а потому что при таком раскладе ваши танки, скорее всего, будут сгруппированы где-то в одном месте. То есть один противник будет видеть сразу нескольких ваших союзников. И, естественно, стрелять он будет именно в того, кого он будет уверенно пробивать. А вертеться на месте так, чтобы отбивать сразу все снаряды, которые могут в вас влететь, скорее всего, не получится. Конкретно в этом бою, помимо разбора ошибок моих, союзников, а также противников, я пытался вам показать, как можно играть взводно, даже несмотря на то, что ваша техника отличается просто кардинально. То есть даже несмотря на то, что вы в любом случае поедете либо на разные направления, либо, как это сделали мы, на те направления, с которых можно будет хоть как-то прикрывать друг друга. После того, как я разобрался с челленджером, естественно, единственное, что мне оставалось сделать, это вернуться в город и добить оставшихся противников. И здесь мы столкнулись именно с тем, о чем я говорил ранее. Ребята просто не могут прикрыть все свои направления, поэтому один маленький визель, который заехал к ним с зеленки, для них теперь реальная проблема. К слову, за труп Абрамса я спрятался не просто так. Мне казалось, что челленджер, которого я начну разбирать, развернет дуло в мою сторону. Именно для этой цели я спрятался за труп Абрамса, чтобы иметь какое-то укрытие. На самом деле, команда противника этот бой проиграла просто потому, что очень мало танков поехало на третью линию. Если бы у ББМок, на которые мы ворвались в начале с визелем, была бы более-менее адекватная поддержка с третьей линии, такой врыв туда, даже при условии, что мы убили бы эти ББМ, закончился бы печальнее. И можно сказать, что из этой одной ошибки вытекли все остальные. К слову, сейчас я встал таким образом тоже не просто так. Тот челленджер, который был дальше и левее остальных, отреагировал на меня и начал ехать в мою сторону. Поэтому от него я прикрылся телом челленджера, который был уже отправлен в ангар. Ну а мы переходим к другому бою, и на этот раз наш взвод состоит из визеля и двух 120-х кентавров. Такой сетап во взводе уже смотрится намного лучше и может действовать на одном направлении. Вообще изначально планировалось, что визель будет подсвечивать, а мы вместе со вторым кентавром будем накидывать по его засвету. Но Т-80, который решил забраться на горку по центру города, привлек наше внимание к себе и нам пришлось думать, как с ним можно разобраться. Засвет визеля по нулевой линии ничего не дал. Это обозначало, что либо противников там нет, либо все они настолько далеко, насколько вообще это возможно. И это на самом деле очень грубая ошибка. Обычно карта Холодная Сталь на нижнем респе выигрывается именно за счет нулевой третьей линии. Это направление там сделано намного удобнее, чем с верхнего респа. И при правильном подходе дает действительно хорошее преимущество. Увидев, что на девятой линии у нас почти никого нет, а противник там действительно сильно давит, нами было принято решение найти способ уничтожить Т-80 и М1 Абрамс в городе. Поэтому мы вдвоем с визелем решили объехать Абрамса и сначала забрать именно его. И опять же, если бы у противника были танки на нулевой третьей линии, мы бы так проехать точно не смогли. Конечно, примерно в той области также светился Стингрей, который имел возможность нас объехать. Но наш расчет шел именно на то, что Абрамса мы уничтожаем быстро. В случае чего мы бы успели отреагировать на Стингрея 2. Хотя и получили бы за это несколько плюх. И на самом деле тот факт, что он вообще никак не пытался отреагировать на нас и помочь своим союзникам, можно считать ошибкой. Один против двоих, естественно, он ничего бы не сделал. Однако шанс помочь своим союзникам представится ему еще не один раз, и он ни разу им не воспользуется. Как вы, наверное, уже заметили, я разделился со своими совзводными и поехал дальше в сторону девятой линии, потому что там шел действительно массированный раш. Конечно, я мог бы попытаться помочь им убить Т-80, однако там и без меня было уже три танка. И уж лично, на мой взгляд, один танк для троих не проблема. Я же решил рискнуть, чтобы либо отвлечь противника от танков-союзников, либо для того, чтобы разбирать эту колонну УБТ-шек сзади. И я хотел бы заметить, что пока я разбирал еще первых два челленджера, Стингрей 2 мог действительно помешать мне это сделать. Он мог зайти мне сзади и просто меня разобрать, но почему-то он этого делать не стал. Ошибкой также можно отметить поведение всех челленджеров, которые были на девятой линии. Я, конечно, понимаю, что первые танки, которые шли в этом раше, если даже и видели меня, то никак, скорее всего, не могли на меня отреагировать. Но, так сказать, замыкающие не обратили внимания ни на мини-карту, на которой я по-любому светился, ни на то, что их просто разбирают сзади. Ни один из этих танков даже не принял попытку развернуться и встретить нас, хотя это бы точно выиграло время. И, возможно, их команда даже могла бы выиграть. Не потому, что они бы здесь прорашили, а просто по захвату базы. За ошибку также можно считать поведение всех танков, которые доехали до нашего захвата. И нет, это не дело принципа, мол, захватывать нельзя и все такое. Просто доехать до этого захвата они могли действительно намного раньше. Причем, сделав это так, что наша команда даже ничего не смогла бы им противопоставить. То есть, по-хорошему, от нашей команды с той стороны остался один первый челик. И, если честно, я не думаю, что на то, чтобы разобрать одного челленджера, надо столько времени. Как вы уже, наверное, заметили, на сбитие базы я ехал первым. И, конечно, у меня было два варианта, как можно доехать туда и сбить захват базы. Первый вариант, можно его назвать таким вариантом на авось, это тот, которым воспользовался я. Просто проехал по мосту. Второй вариант был спуститься на ручей, который идет вдоль всей А-линии. Довольно безопасно оттуда подняться на гору и сбить захват. Проблема тут только в том, что времени на это требуется больше. Да и, если честно, за мной была огромная толпа танков, которая по-любому бы успела сбить захват без меня. Именно по этой причине я решил рискнуть и попытаться сбить захват, проехав по мосту. На самом деле, здесь было пара моих недочетов в виде промаха в пола 600. И хоть я торганул почти всеми своими очками прочности, когда можно было этого не делать, все противники на нашей базе были уничтожены. Последний Т-80 в этом бою прятался где-то под мостом, и мне удалось нанести ему порядка 900 урона с помощью пожара. Ну а на этом у меня на сегодня все. К сожалению, я не так много времени уделил именно разборам взводной игры, как хотел. Но, как мне кажется, я вполне хорошо показал примеры того, когда со взводом стоит играть вместе, а когда разделяться. Когда ради товарища нужно резко менять фланг, а когда играть так, как будто ты играешь один. Так что играйте вдумчиво и аккуратнее. С вами был Смолдер, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok